Я являюсь системным архитектором ОСОФИЛА в Республике Беларусь. Соответственно, я нахожусь в Минске и готов общаться по любым проектам. Если есть какие-то вопросы, обращайтесь в email, возможно, презентацию мы разошлем позже. Каждая организация ищет пути улучшить свою эффективность, в том числе путем использования информационных технологий в своем бизнесе и автоматизируя свои процессы. Этот путь сопровождается немалыми усилиями этой команды, которые препятствуют ряд сложностей. Основные три борьба с инцидентами, увы, это может отнимать значительную часть времени в силу принципиальной важности сохранения работоспособности сервиса. Но сложность, стоящая за ними инфраструктуры, постоянно растет. Соответственно, все это усугубляет засовременность. Сложность управления, регулярное развертывание новых серверов, расширение ресурсов существующих, управление жизненным циклом, контроль производительности и поиск узких мест. Все это крайне затратно для обслуживающего IT-персонала. Сложность пандернизации существующей немолодой инфраструктуры нередко ограничивает разделение IT в возможности добиться целевой эффективности, так как требует существенной смены уже имеющейся инфраструктуры, ухода от дорогостоящих моделей лицензирования, перехода на новые средства управления инфраструктурой. Все это просто затратно и дополнительно требует огромных работ по миграции, усложняющихся требованиями обеспечения непрерывности бизнеса. Что если бы вы могли сфокусироваться на инновациях вместо переживания за работу вашей системы хранения данных и другого оборудования? Представляю вашему вниманию систему хранения Apple Storage, которая задумывалась, чтобы обеспечить новый опыт управления инфраструктурой и выделения дисковых ресурсов для данной, для вашей инфраструктуры. По главе системы хранения Nimble стоят принципы, такие как интеллект, простота и продолжительный жизненный цикл. Соответственно, интеллект, это подразумевается, что система хранения Nimble трансформирует опыт эксплуатации систем хранения путем применения в современных алгоритмах на основе искусственного интеллекта, который предсказывает и предотвращает большинство проблем, оптимизирует производительность приложения. Простота системы хранения Nimble радикально упрощает все аспекты жизненного цикла систем хранения от инсталляции до провизженника, от технической поддержки до модернизации. Не устаревать. Здесь понимается, что система хранения Nimble обеспечивает сохранность инвестиций в ваше оборудование на долгие годы и даже десятилетия. Вы можете воспользоваться возможностью модернизации контроллеров как на более производительные, так и нового поколения. То есть уходит новое поколение систем хранения, вы можете просто в онлайне заменить контроллер один за другим, не прерывая сервисов, не теряя ваших данных на новое поколение. Соответственно, возразенный цикл реально может превышать 10 лет. Если вы знаете или нет, компания Nimble Storage была основана в начале 2020 года. То есть сравнительно молодая компания, но достаточно опытная на рынке систем хранения данных. И в 2017 году была приблизена компания Fieldpacker Enterprise за чуть больше миллиардов долларов. С тех пор, за последние три года, портфель систем развивался, вышло новое поколение. Систем хранения вышло ряд интереснейших решений, такие как гиперконгрегатная система, о которой я сегодня расскажу. Соответственно, если мы сейчас пробежимся кратко по основным архитектурным особенностям, которые обеспечивают вот эту простоту и автоматизацию, и интеллектуальную систему хранения. Если сегодня взглянуть на управление IT-инфраструктурой, на ее сложность, можно иметь очень производительную и надежную систему хранения данных, но это адресует лишь треть проблем, с которыми может столкнуться выразделение IT. Проблемы во всем стеке серверов, сети и гипервизоре могут напрямую влиять на итоговую доступность и производительность приложений. Сотни, даже тысячи переменных вносят лепту в нарушение работы приложений, что требует миллионов проверок, чтобы найти корреляцию, где ищут проблемы. Такой уровень сложности просто не дает возможности человеку решать ее эффективно и своевременно. Соответственно, представляю вашему вниманию, глобальный интеллект, реализуемый на базе HP InfoSight, самым продвинутым искусственным интеллектом для IT-инфраструктуры. Сейчас подробнее о нем расскажу. Прократко, с 2010 года, когда он был развернут от платформы в InfoSight, она собрала более триллиона измерений с инсталлированной базы, которая на сегодняшний день насчитывает уже 150 тысяч систем хранения по всему миру. Соответственно, имея такую масштабную бигдата, объемы данных, можно строить хитрый алгоритм машинного обучения, который бы сами изучали приложения, с которыми заказчики работают, изучали бы тренды, как теорийные приложения влияют на производительность, на появление каких-то узких мест системы хранения. Безусловно, это колоссальные возможности для оптимизации режимов работы систем хранения, для помощи вам в планировании и в администрировании данных систем хранения. По расчетам, данная система HP InfoSight сэкономила заказчикам порядка полтора миллионов часов даунтаймов. То есть, если бы ее не было, возможно, те или иные проблемы, которые, повторюсь, лежат, как правило, за пределами системы хранения, они бы могли привести к простой систем сервисов приложений. Каждый знает, что с переходом на виртуальные серверы, с многолетним опытом их успешной эксплуатации, компании часто сталкиваются с тем, что количество VM часто растет на порядке. То есть, сотни виртуальных машин – это вполне типичная ситуация для администраторов современных компаний. Есть компании, которые администрируют тысячи виртуальных машин в Беларуси. Управлять сотнями виртуальных машин, понятно, может быть весьма трудоемкой задачей, особенно в случае поиска источника проблемы производительности, что требует анализ десятков экранов, как правило, возможность логов, множества устройств, сручной корреляции событий и метрик. Понятно, что вместо поиска иголки в стоге сена инфосайт автоматически собирают всю эту статистику, сам коррелируют ее и в наградном виде предоставляют для администраторов. Соответственно, вместо того, чтобы периодически искать проблемы с производительностью бутылочной горлышки, вы просто ежедневно можете смотреть на одном экране десяток самых интенсивных, самых нагруженных виртуальных машин и десяток, например, систем, которые испытывают деградацию отклика, например. То есть, выводить в наглядном виде самую необходимую информацию для администратора эти подразделения. Соответственно, также осуществляется существенная помощь в планировании, будущем модернизации или оценке утилизации текущих ресурсов. Собственно, что кушает максимум ресурсов, что может мастеризировать, какой объем или производительность нам нужна будет через год и так далее. Также отслеживаются матрицы совместимости и лучшие практики тех или иных настроек. И это все без рекомендаций получает администратор трассе минимум усилий на администрирование всего комплекса. Пример одного из экранов InfoSite, где в одном интерфейсе есть обзор производительности всех виртуальных машин. И можно, в принципе, одним щелчком мыши получать такую наиболее важную статистику по ним. Вы наглядно можете видеть, например, самую интенсивную нагрузку. Интенсивность нагрузки отображается размером прямоугольника. Соответственно, самые крупные прямоугольники – это там, где максимальное количество IOPS произошло за последние сутки. Например, вы можете иметь более наглядное название виртуальных машин, чтобы понимать, что там, например, в левом верхнем углу у нас баз данных Oracle. Там та или иная другая нагрузка. Также, чтобы более наглядно было видно критичность тех или иных систем. Цветом отображается от Клик. Соответственно, наиболее насыщенный цвет – это там, где приложение, виртуальная машина испытывает наибольшие задержки от системы хранения. Соответственно, вы даже можете сразу предположить, что прямоугольник маленького размера, но достаточно закрашенный. Закрашенный он сам по себе уже должен беспокоить, потому что, не имея какую-то небольшую нагрузку, приложение испытывает задержки. Это непорядок. Ну и так далее. То есть вы можете, в принципе, видеть в одной панели разнообразную информацию, очень оперативно получая необходимые данные. Чем уникальность HP InfoSite на рынке? HP InfoSite является индустриальным лидером платформы аналитики. В том числе потому, что он уже 10 лет собирает данные, оптимизируется, совершенствуется. Многие конкуренты, увидев важность таких подобных решений, как InfoSite, они тоже стали предлагать схожие продукты, но так ли близка мета-асо-функционала к воспроизведению того же опыта и преимуществ? На слайде показаны основные четыре области, в которых InfoSite существенно отличается от продуктов других вендоров. Это в том числе и глубокая, и широчайшая диагностика. Как я сказал, более триллиона параметров собрано уже и продолжает собираться с инсталированной базой. Это анализ всего стека от телеметрии и метрик производительности внутри системы хранения до виртуального сервера и гипервизора. Соответственно, получая информацию со всего стека, мы можем видеть как прошлое статистику какую-то, так и делать какие-то прогнозы будущих параметров, характеристик системы, основания экстраполяции собранных результатов. Применение машинного обучения было бы грех не использовать сегодня современные математические методы, современные методы анализа больших данных на основе машин лейнинг, машинного обучения. И, соответственно, тот объем колоссальных данных, который собирается, он эффективно анализируется, и из него делается масса полезных вещей, которые позволяют лучше видеть суть происходящего внутри системы хранения и лучше оптимизировать тюнинговать аппаратное обеспечение. Ну и, безусловно, трендные рекомендации, которые вам помогают в планировании, в сайзинге, в том числе первоначальной конфигурации, в сайзинге модернизма апгрейдов и так далее. Сложность инфраструктуры является существенным ограничителем продуктивности этих подразделений. Соответственно, система хранения NIMBAL радикально упрощает сайзинг, покупку, внедрение, эксплуатацию и апгрейд. Вы можете самостоятельно, совершенно за 15 минут провести инсталляцию и первоначальную настройку системы хранения. В ходе эксплуатации не требуется какого-то сложного тюнинга постоянного. Тоже позже расскажу интересные возможности. Все обслуживание и модернизация как аппаратного обеспечения, аппаратных контроллеров дисков, так и программных микрокодов и программных обеспечений, оно осуществляется в онлайне. Интеллект с пониманием приложений – очень интересный аспект. Система хранения NIMBAL. Как правило, к примеру, таллиная нагрузка, такая как база данных, Oracle, MSSQL или какие-то серверные положения, они часто в сайзинге применяются упрощение. То есть мы понимаем, что база данных – это LTP, так называемая нагрузка мелкоблочная, 8 кБ, к примеру, 60 на 40 в серверных записи. Но такое упрощение в сайзинге систем хранения, оно на самом деле не очень применимо на сегодняшний день, потому что с тех же баз данных нагрузка, если посмотреть в системах мониторинга, она очень разнородная. Там будет и последовательная запись, там будет крупноблочное чтение, и мелкоблочное будет чтение и запись. На самом деле любое приложение создает весьма разнообразную нагрузку даже на один единственный том. И инфосайт как раз, и система хранения NIMBAL, они досконально понимают, какой характер нагрузки, и как ее тюнинговать, и каким образом распределять ресурсы для обеспечения необходимой производительности. А понимают они это потому, что они, собственно, собрали колоссальную статистику, и лучшие большинства администраторов знают, на самом деле, из чего состоит ИО от той или иной базы данных. Автоматизация, безусловно, по требованию гиперевизоров и контейнеров. Пример тюнинга приложений. Если, допустим, система хранения не поддерживает quality of service, так называемый тюнинг, ограничение нагрузки, одних нагрузок, чтобы обеспечить производительность других нагрузок, то в этом случае мы можем иметь на графике вверху справа, получается, по интернему включить. На графике вверху справа вы видите всплеск, то есть какой-то стабильный отклик, но в какой-то момент времени произошла деградация двукратного отклика для нашего критичного приложения. Произошло это, возможно, потому, что в этот момент времени появилась какая-то сторонняя нагрузка, которая, возможно, нам даже не критичная. Это может быть какие-то восстановления каких-то томов или файлов из бэкапа, это может быть какое-то тестовое окружение. И оно, безусловно, повлияет на производительность, на расход ресурсов, ценных ресурсов системы хранения и привезет к деградации производительности. Но если у нас есть кольсио-сервис, а в случае Нимбл с автоматическим распознаванием подобной нагрузки, которая является, скажем, избыточной и, скажем, не требует предоставления ей больших ресурсов, то в этом случае осуществляется ограничение этой нагрузки и отклик к критичным приложениям, отклик к томам критичных приложений, он не страдает в данном случае. Каким образом это настраивается в Нимбл-сторич? Очень просто. Мы создаем группу томов или группу приложений с названием, например, датабейса. И помещаем туда нашу критичную базу данных Oracle. Далее для этой группы просто выбираем несколько чекбоксов, выбираем, что мы хотим иметь низкую отклик, это критичная система, выбираем не ограничивать данное приложение сверху по EOPS или пропускной способности, включить компрессию, например, но не включать дезаппликацию, потому что смысла в ней большого нету, например, для тех данных, которые там хранятся. Далее включить шифрование, включить защиту путем создания снимков каждые 5 минут и хранить их на протяжении 30 дней. Да, Нимбл-сторич умеет так делать без существенного влияния на производительность. Также включить пэкапы в облако, ежечасное. Ну, например, у вас просто нет средств или не рациональное приобретение второй системы хранения, можно делать резервную копию в облако. А также включить нулевое РТО, что подразумевает репликацию на второй массив, который находится во втором центре обработки данных, например. Подаем другую группу приложений, которые называем test and development, и куда помещаем, например, некритичное тестовое окружение. И выставляем там, соответственно, не обеспечивать 1 миллисекунда отклик, но, тем не менее, регулировать сверху производительность, ограничивать эти приложения, если нам не хватает ресурсов для критичных систем. Включить компрессию, включить дедупликацию, не нужно нам шифрование, ну и включить какие-то сервисы по защите, по созданию автоматических резервных копий. Интересно еще то, что если у вас появляется новая какая-то база данных или новый том, вам не обязательно индивидуально настраивать каждый том. Вы просто можете добавить эти тома уже в существующую группу database или в существующую группу test and development, или создать новую группу для этих томов. Соответственно, все настройки, которые здесь представлены, они применятся для этих же томов в том числе. Это позволяет упростить администрирование. Скажем, во главе угла архитектуры Nimble находится бескомпромиссное обеспечение целостности хранимых данных. Я сейчас подробно расскажу, каким образом это достигается. Кратко, применяется только один Viterate. Это тройное парити. Но архитектура позволила не иметь деградации производительности, несмотря на такую избыточную эффективность хранения. Данный тип RAID Group выдерживает одновременный отказ трех дисков в каждой RAID Group. Дополнительно есть также секторные контрольные суммы на каждом диске. Дополнительно есть контрольные суммы на метаданных. Почему это важно? Метаданные содержат индексы, указатели, скажем, нателенные блоки, то есть сопоставление хэшей при дезапликатах, дезаплицированных блоках с самими блоками. Поэтому любое повреждение данных, именно метад данных, оно очень-очень имеет плохие последствия, потому что выреждаются могут сразу несколько томов. Поэтому в Nimbus Storage сделан упор на максимальное надежное хранение и постоянный контроль при каждой операции чтения контрольных сумм сверка, чтобы не происходило скрытого повреждения данных. И, соответственно, если происходит какое повреждение, то есть подробно как раз расскажу. Современные флеш-носители, они уже зачастую имеют 3 бита на ячейку, соответственно, флуктуация заряда конденсатора каждой ячейки, она приводит к тому, что гораздо больше шансов повреждения данных. Соответственно, если вы откроете дата-шит любого SSD-диска, даже важное SLC, MLC-диска, там есть такой параметр, как количество прочитанных байт без ошибок, то есть количество возможных ошибок на объем прочитанных данных. Если произвести несложное математическое вычисление, то, в принципе, скрытое повреждение байтов, которое не будет скорректировано контроллером и внутренними контрольными суммами самого диска, оно вполне реально в средневных носителях. Но и с ростом объемов носителей это все усугубляется. Во многих системах хранения приходится идти на компромисс между производительностью и надежностью, соответственно, применяясь либо высокопроизводительный рейт 1.5, либо применять менее производительный, но более надежный рейт 6. Немножко математики. Если посчитать реальное, в среднее время до повреждения данных, так называемое min-time to data loss в зависимости от типа рейт-групп, и провести это для одной и той же конфигурации 12 дисков 3.8 терабайта для раздельческого рейта, для рейт-50 и рейт-60, привести данные цифры к надежности рейт-50. То есть, грубо, если взять рейт-50, надежность за единицу, то 10-ый рейт, безусловно, увеличивает надежность, уменьшает в 21 раз шансы, или период времени, после чего может произойти неустранимая потеря данных. рейт-60 при этом увеличивает надежность 6600 раз. А таранайры, группа, которая применяется в Nimble, увеличит надежность в 93 тысячи раз. Но это не все, потому что секторные контрольные суммы, ну, они были введены, во-первых, потому что флеш-носители зачастую как раз имеют возможность отказа от целого сектора, и дополнительно диазащита внутри самого диска, она довольно полезна на практике. Вы на примере цифр видите, что почти полмиллиона раз применяемые рейт-группы в Nimble 40 надежнее, чем типичные рейт-50 или рейт-5 рейт-группы. Как это реализовано реализовано архитектурно, все рейт-группы Nimble Storage содержат строго 24 диска, но это справедливо для AllFlash, для гибридных массивов с рейт-группами из жестких дисков, там чуть-чуть другое количество. Дисков применяется чуть меньше. Для Flash картинка показана на слайде. Соответственно, каждый страйк содержит 20 порций данных, которые пишутся на 20 разных носителей. Далее PQR, показан на слайде, это фактически блоки парити, которые помещаются на 20-21-22 диск, и оставляется пространство для резервного так называемого, если откажет диск, чтобы сразу в фоне перенести и восстановить данные. Соответственно, с каждым осуществляется смещение расположения парити-блоков и блоков с пари резервного пространства, и это позволяет существенно повысить производительность ребилда перестроения рейд в случае отказа диска потому, что перестроение рейд участвуют все 24 диска в этом случае. Соответственно, мы выдержим отказ трех дисков, возможно повреждение частично еще четвертого диска, контрольные суммы вдоль диска дополнительно защищают повреждения и быстрое перестроение. Чем же достигается высокая производительность несмотря на то, что у нас такое избыточное кодирование в виде трех парей и групп. Это достигается благодаря технологии Cache Accelerate Sequential Layout, по-русски последовательное расположение и распределение блоков с аппаратной акселерацией Cache. Как это работает? работает это путем записи всех данных. Это касается гибридных систем хранения Nimble и All-Swears систем хранения Nimble. Запись на эти системы хранения осуществляется всегда полным страйпом. Соответственно, нам не нужно делать длительный цикл Rhythm of Fire Write. Мы всегда рассчитываем к контрольной суммы и выгружаем весь блок, не деградируя, не имея компромисса производительности подобных избыточного кодирования. С течением времени, как вы видите на картинке, может образовываться пустоты, которые очевидно образовываются из-за того, что блок устарел, на него уже не ссылается никакой том, или же после записи очередного блока его структура изменилась, и он сильнее задоржался, чем ранее. Соответственно, образуются пустоты. Но эти пустоты никогда не заполняются, а новые блоки всегда пишутся в последовательное свободное пространство. То есть дописывается текущий страйп до полного и записывается следующий страйп целиком. Далее в фоне те блоки, которые имеют пустоты, они разбираются, обратно агрегируются, дополняются новыми записями и укладываются на массив в полном страйпе. Тоже дает дополнительно к вышесказанному, к примеру, страница, которыми типичный нан-флэш диск стирает, это имеет размер 512 килобайт. Так вот, размер страйпа подобран таким образом, чтобы как раз осуществлять стирание дисков страницами целыми. Соответственно, существенно повышается производительность записей на флэш диске, а одновременно снижается износ очень существенно на этих флэш дисках, потому что у нас нету избыточных стираний страниц, и потому что у нас нету циклов ритм-фа и тра, и там мы всегда полными страйпами все укладываем. Но также подобный подход увеличивает производительность и гибридных массивов, потому что очевидно вращающиеся диски намного лучше съедают последовательную запись, нежели случайно. Также используется подход высокопроизводительных снимков Resurrect On-Write, собственно поэтому возможно очень регулярно в создании снимков они не расходуют практически ресурсов, потому что новые данные пишутся просто в свободную область и заменяются область. вся работа со снимками осуществляется на уровне метаданных, на уровне указателей, поэтому это осуществляется с высокой производительностью. метаданные, индексы они хранятся в рам, по сути говоря, поэтому все эти манипуляции происходят в кэш массивов с очень высокой производительностью и минимальной нагрузкой, минимальным износом носителей. То есть если сравнить с некоторыми конкурирующими решениями, где данные первоначально записываются на массив в несжатом виде, а затем уже фоновым процессом сжимаются и сдеплицируются, очевидно, что мы в 6 раз увеличиваем только износ дисков, например, при достижении сжатия в 5 к 1, потому что нам нужно сначала записать сырые данные на диске, потом их прочитать, потом обработать, сжатать, потом еще раз записать. Соответственно, вместо того, чтобы сразу записать сжатые диски, мы фактически в 6 раз увеличиваем износ носителей, что как минимум плохо для ресурса их, но на самом деле также плохо для производительности. Соответственно, компрессия осуществляется на лету, неважно, какие размеры блоков поступают на массив. разнообразные блоки изжмутся индивидуально, укладываются просто последовательно и записываются на массив. То же касается данных. Как это работает в контроллерах? Мы имеем два контроллера, показаны слева и справа. Активный контроллер и стендбай контроллер. Хост имеет доступ к абоним. Если запись приходит на один из контроллеров, какой-то новый блок, то она тут же реплицируется на второй контроллер с минимальными задержками, потому что это осуществляется в решении PCI-Express и данные хранятся в NVDIMM. Это такие модули памяти, которые, по сути, имеют производительность RAM, но энергонезависимые, то есть при пропадении питания все в них сохраняется. Соответственно, все записи обрабатываются строго NVDIMM. Далее. Все вычисления, компрессия, дедапликация, она осуществляется уже в RAM и параллельно множество блоков дедаплицируются, сжимаются. Далее, по желанию, можно их применять в шифровании. Оно программное, к слову, не требует отдельных специализированных дисков с поддержкой аппаратного шифрования. Просто галочка в настройках тома. Далее, все это укладывается в полные страйпы, дополняется тремя наборами парити, диагональных, и записывается на носитель. обновляется содержимое кэш, если данная страница находилась до этого в кэш, но ее содержимое модифицировалось. Архитектура очень эффективна. По статистике инфосайт 95% чтений попадает в кэш. Это в среднем инстаграмной базе. Довольно небольшая цифра. И это касается и в первую очередь полезно для гибридных массивов. Представьте, что 95% будет обслуживаться с откликом типичным для флеш-носителей, при том, что вы храните на дешевых данных на дешевых NL-дисках гибридных системах. Ним применяются диски 7200 оборотов, потому что их достаточно для обеспечения высокопроизводительства. Дополнительно все алгоритмы показаны на данном слайде, дедупликация, компрессия, шифрование, они все применимы и для гибридных массивов, и для флеш-массивов. Соответственно, вы можете предположить, что стоимость хранения на гибридном массиве будет крайне высокая, потому что типично данные хранимые сжимаются в 5-6 раз, порой более. касательно кэширования. Для гибридных массивов используется ярус кэширования на флеш-дисках, нан-флеш. Преимущества архитектуры не было еще и в том, что все данные на SSD кэш хранятся еще в зажатом виде. соответственно, то сжатие, которое вы получили в итоге для ваших данных, к примеру, 5 к 1, оно применяется и для кэш. Соответственно, купив терабайт SSD кэш для гибридного массива, вы по факту получаете 5 терабайт полезных флеш-кэш. Это существенно тоже сокращает затраты и увеличивает производительность за счет очень высокого объема флеш-кэш, полезного, эффективного объема флеш-кэш. Но кэширование поддерживается не только в гибридных массивах, то есть промежуточный ярус троечка на картинке, он также поддерживается и для all-flash систем хранения, путем применения модуля на базе Intelaptan, называемый storage class memory, который обладает на порядок меньшими задержками, на порядок большей пропускной способностью, чем нам флеш-диски. Соответственно, это значительно, то есть получаем storage class memory хэш для флеш-дисков, что существенно в разы повышает, снижает отклик для приложения. То есть если мы типично имеем производительность записи в пол-слэш массивы на уровне 1,1-2,1 миллисекунд, а производительное чтение будет таковой только при низкой нагрузке на массивы, а может расти до порядка пол-миллисекунды, миллисекунды в случае высокой нагруженности, то добавление storage class memory кэш фактически снизит отклик чтений до тех же 1,1-2,1 миллисекунд, что является бескомпромиссной производительностью среди сегодняшних гораздо более дорогих систем хранения. Соответственно, решение осуществляется на трех уровнях NVIDIM, DRAM и SSD кэш для жестких дисков, либо Intel Optane кэш для дисков для all-flash массивов. И, соответственно, чтение осуществляется с приоритетом к наиболее быстрому ярусу, если там нету, ищется в следующем. Индексы находятся в RAM, поэтому поиск осуществляется крайне быстро. Интереснейшая возможность систем хранения Apple Storage заключается в том, что вы можете их расширять как вам угодно. Если вам понадобилась дополнительная емкость, вы просто добавляете диски, либо добавляете дисковые полки с дисками в онлайне само собой, но вы также можете контроллер на более производительный. и соответственно получить минимальными затратами, минимальными инвестициями более высокую производительность вашей системы хранения. Можете это делать несколько раз. А также вы можете просто добавить вторую такую же систему хранения, третью, четвертую, и объединить их в нулевой рейт. То есть этим вы к примеру можете учетверить производительность, а можете использовать аналог первого рейда и фактически задублировать данные на двух системах хранения. Можете мигрировать данные от одной системы хранения к другой. Строго говоря, они не обязаны быть одной модели и одного поколения. Все, миграция и переконфигурирование, будь то страйп полный, то есть страйпинг данных фактически на 4 распределения данных на 4 системы хранения или же хранение данных на одной системе, вы это все можете в онлайне совершенно без даунтайма менять по необходимости по вашей. Соответственно, у вас самые широчайшие возможности модернизации системы хранения. Кратко портфель систем AllFlash показано слайдки, показана эффективная емкость максимальная в случае достижения 5 к 1 разрешения. Важно отметить, что все системы хранения не имеют какого-либо дополнительного лицензирования. Весь функционал, о котором я рассказывал и гораздо больше, о котором еще расскажу, он идет в комплекте с коробкой с самой системой хранения и не требует никаких дополнительных лицензий. Соответственно, между моделями где-то двукратно, с соседними моделями где-то двукратный прирост производительности вы можете очень значительно масштабироваться и вертикально, и, как показывал горизонтал. Портфель гибридных систем содержит чуть больше моделей. Букавка C в конце модели означает, что в этой модели не используется дедупликация, только компрессия. Соответственно, на практике там несколько по-другому используется рам, что позволяет иметь больше сырого пространства. Это эффективно для тех задач, которые не выиграют в этой дедупликации. В большинстве случаев для большинства задач я бы рекомендовал без буквы C приобретение системы гибридных. Заключительный слайд первой части презентации. Я как раз 44 минуты уложился. кратко, что позволяет делать любая система хранения, будь то гибридная или all-flash любой модели, она поддерживает дедупликацию на лету блоков переменной длины, компрессию на лету блоков переменной длины, тонкий провижнинг с автоматическим исключением нулей по храниму данных. Тонкое выделение ресурсов, любой клон по сути не копирует блоки, а копирует лишь индексы, указатели на существующие блоки. То есть можно иметь множество копий тех или иных томов, экспортируя их или же используя как изверхную копию, при этом не будет расходоваться пространство. также вы можете включить шифрование сертифицированное FIPS 142. Ну и также можно включить шифрование не только хранимых данных, но и реплицируемых между системами хранения данных. Спроектирована система для высочайшей производительности компрессии депликации, используется довольно агрессивная эффективная система, алгоритмы компрессии депликации. На практике я наблюдал сжатие, например, баз данных Oracle более чем 6 к 1, сжатие VDI систем может достигать 21 к 1. безусловно сжатие зависит сильно от самих данных. Если вы будете хранить какие-то видеонаблюдения или уже какие-то сшифрованные данные, понятно, вы не получите сжатие. Спроектирована система хранения с высочайшими требованиями к надежности и отказоустойчивости. Очень много уделено внимания именно невозможности скрытого повреждения данных. То есть, когда RAID вас, по сути, не защитит, потому что произойдет изменение хранимых блоков, которое останется незамеченным для приложений, возможно, для систем индексов на других системах хранения. Благодаря контрольным суммам на каждом этапе расчеты и сверки NIMBAL сторож обеспечит беспрецедентную целостность хранения. Вторая часть презентации будет посвящена диагрегированной гиперконвергентной инфраструктуре на базе NIMBAL систем хранения. То есть, все, что я рассказал перед этим, мало касается и гиперконвергентных систем на основе систем хранения NIMBAL. Наверняка многие знакомы с гиперконвергентными решениями, возможно, уже применяются в вашей инфраструктуре. Такие решения наверняка совершили революцию в отрасли информационных технологий и очень хорошо справляются упрощают администрирование, обеспечивают автоматизацию, дополнительную консолидацию ресурсов, когда вам необходимо достаточно примести несколько серверов, которые будут выполнять функции одновременно и предоставление ресурсов дисковых. Очевидно, что такой подход иногда очень эффективен, и дополнительно отмечу, что наиболее эффективен такой подход, как правило, для небольших инсталляций, где требуется небольшое количество узлов, и в портфеле Hullet Packard Enterprise имеется замечательное решение Simplivity, гиперконвергентное решение, которое позволяет обеспечить высочайшую надежность более пяти девяток, используя всего два узла хранения, два узла гиперконвергентных. Достигается это тем, что в Simplivity применяется одновременно аппаратный рейд и сетевой рейд, чтобы получить аналогичную уровень надежности на, скажем, классических программно определяемых решениях, как правило, требуется от пяти узлов не менее, потому что проектируя такие решения, нам нужно держать в уме, что у нас может произойти одновременно отказ, например, диска с тот момент, когда у нас находился в обслуживании какой-то из серверных узлов, то есть полностью был отключен. Ну или отказ, например, диска, его ребилд в какое-то время и одновременно у нас отказывает второй узел. Была система хранения, как я ранее рассказал, например, в нимбл может отказать контроллер еще три диска одновременно, четыре диска неодновременно, и вы не потеряете доступа к вашим данным. Чтобы построить такой уровень отказоустойчивости на гиперконтрогенных решениях невозможно в принципе, экономически нецессообразно, скажем так, это потребовало бы сотен узлов, наверное, но даже обеспечить устойчивость к отказу одного диска и одного узла требует пяти узлов для обеспечения так называемых фолл, в терминологии ВСН, например, это FTT равное двойке, фолл стоп толерейт, то есть количество отказов, которые может выдержать система, равное двум, необходимо пять узлов, документацию перепроверить. Ну а такие решения обладают рядом скажем так узких мест или недостатков, то есть они отлично подходят для небольших инсталляций, когда у вас есть какой-то небольшой офис, склад, где просто нецелесообразно городить несколько сервиров, к ним еще покупать отдельную систему хранения, действительно все задачи вполне бы удовлетворили пара-тройка серверов киперконврегентных. Ну с чем собственно сталкиваемся когда мы масштабируем подобные решения до десятка узлов и более у нас растет отклик с увеличением кластеров, потому что все записи его они так или иначе обслуживаются несколькими узлами. Это делается в том числе для отказа устойчивости, чтобы при отказе любого узла у нас не произошло повреждение данных, нам необходимо эти данные задублировать где-то еще. Соответственно репликация осуществляется уже по сети Ethernet, и какая бы она ни была производительная с низким откликом, она все равно будет в сотню если не тысячи раз уступать отклику, который достигается внутри классических традиционных систем хранения, к которому относится Nebel Storage, где репликация между контроллерами встречается по шине PCI-Express, там наносекунды условно говоря. Необходимо, чтобы синхронизировать состояние RAM и вводим между контроллером. Ну и с ростом узлов безусловно отклик деградирует. Также мы не можем достичь тот же уровень надежности, который достижим Nebel Storage, к примеру. И мы получаем на самом деле существенный расход сырых ресурсов. Если правильно посчитать, делать сайзинг гиперконвергентных решений, нам зачастую необходимо применить тройное зеркало для того, чтобы обеспечить устойчивость к отказу одновременно всего лишь одного диска и одного узла или двух дисков разных узлов, например, с той же группой. Нам необходимо в случае первого рейда использовать пять узлов. В случае, например, сетевого шестого рейда, так называемого, нам необходимо по-моему, семь узлов использовать. Вот что приводит к дорожанию. То есть, если нам не хочется приобретать слишком большое количество узлов или не хочется приобретать дорогую рецензию, к примеру, в Сен-Advanced, то мы вынуждены использовать первый рейд, а это утроение острого объема. Дополнительно по рекомендациям любых программно определяемых гиперконвергентных систем, мы должны соблюдать утилизацию занятое место не более 70% таких ресурсов. То есть, это дополнительный расход сурового пространства. Помимо этого, мы вынуждены, как правило, приобретать масштабировать систему какими-то базовыми блоками и предусматривать значительное количество емкостей дисковых, в том числе ресурсов, на какой-то непредвиденный рост, потому что мы не можем масштабироваться как правило только добавлением вычислительных ресурсов, но не добавляя диски, или добавляя диски, но не добавляя вычислительные ресурсы. Да, мы можем добавить иногда сторож группу дополнительно, но там есть тоже свои ограничения. Соответственно, так или иначе, даже без учета очень мощной компрессии депликации, которая реализована в Dimple Storage, мы можем получить необходимость 5-кратного объема, приобретения 5-кратного объема сырых дисков по отношению к полезной емкости. То есть, нужно нам 5 терабайт приобретаться, купить 25 терабайт сырого пространства. Дополнительно, как правило, в этих решениях нет такой совершенно алгоритма дедупликации. Например, домен дедупликации в Dimple Storage, он один общий, а домен дедупликации в программопределенных системах, он ограничен одной сторож группой. То есть, условно, если у вас 6 узлов в инфраструктуре, в каждой две сторож группы, получите 12 раздельных доменов дедупликации. Соответственно, эффективность дедупликации будет гораздо ниже в этом случае. Ну и с компрессией все тоже не идеально пока, по крайней мере, на сегодняшний день. Она не настолько существенная. Как правило, полтора-два раза против 4-5-кратного времени. Поэтому гиперконрегентные решения замечательные, но имеют определенные аспекты, которые я бы не рекомендовал их применение в крупных кластях. В противовес им существует подход конвергентных архитектур, где у нас не такая радикальная автоматизация. Мы имеем раздельные аппаратные средства для вычислительных ресурсов сервера, просто говоря, отдельно система хранения, отдельно сеть. такой подход неизбежно обеспечит гораздо большую гибкость, потому что мы можем масштабировать отдельно вычислительные ресурсы, отдельно системы хранения ресурсов. Он позволяет консолидировать гораздо более разнообразные задачи, то есть, когда у нас требуется действительно высочайшая производительность, сотни тысяч обзор данных подобные решения, они применимы, или где у нас непредвиденное происходит развитие инфраструктуры, где нам необходимо очень существенно ее расширить. В этом случае тоже нам такой подход, он больше приемлем, но мы жертвуем некоторой автоматизацией и некоторые скажем так большим объемом железа зимокреплитения. Но HP придумала новый подход, то есть, придумала таким образом объединить лучшие стороны гиперконвергентной инфраструктуры и более гибкой двухъярусной конвергентной системы, где у нас отдельно система хранения, отдельно сервер. А что если мы будем иметь такую же простую управление и развертывание инфраструктуру, но гораздо более надежно и гораздо более масштабируемо? Это достигается как раз диагрегированной гиперконвергентной системы. Дегрегация под диагрегацией подразумевается, что у нас отдельно ярус есть в виде системы хранения и отдельно серверных узлов. Приобретаться данное решение может двумя различными способами. Может приобретаться целиком, так называемый Greenfield, слева показано, то есть когда мы покупаем единый комплекс сразу в виде и вычислительных ресурсов и дисковых ресурсов. Использовать можно абсолютно любую модель Nimble Storage любая подходит для данной задачи. Протокол, который используется для доступа к томам от вычислителей на сегодня только эскази. Но, тем не менее, вам никто не запрещает данную систему хранения одновременно использовать для каких-то других задач вне кластера DHCI и подключать какие-то сторонние серверы, в том числе по Faber Channel одновременно с использованием этой же системы хранения для эскази. на поставляемых в рамках такого решения серверных узлах сразу на заводе HPE развернуть SXI последней версии. То есть на площадке уже не требуется ничего настраивать. По сути настройка самая длительная часть коммутаторов можно приобрести в составе с решением ряд моделей коммутаторов HPE Flexfabric или HPE Aruba есть большой выбор и недорогих в том числе коммутаторов 10 гигабитных 25 гигабитных но в том числе вы можете использовать уже имеющиеся у вас коммутаторы которым предъявляется в общем-то небольшой список требований они должны иметь неблокируемую архитектуру 10 гигабит должны поддерживаться flow control jumbo frames возможность отключения фильтрации уникастов достаточно небольшие незначительные требования и практически любые современные коммутаторы управляемые они подойдут для решения данной задачи в том числе циск к примеру тоже подходит более того вы можете задействовать уже имеющуюся у вас в инфраструктуре старые серверы ген 9 ген 10 и это касается дель 360 380 560 580 и новых 385 325 серверов в линейке hp и pro-lient в этом случае вам самим придется развернуть образ ESXi который предоставляет HPE на этом вся сложность заканчивается эти серверы включаются в кластер наравне с такими же новыми серверами которые вы можете докупить в любое время и расширить кластер данного решения DHCI вычислительным узлом архитектура данного гиперконвергентного кластера содержит по сути набор серверных узлов набор коммутаторов важно отметить что серверы по сути говоря не имеют какой-то уникальной настройки или уникального образа каждый сервер равноправен то есть так называемый statless соответственно если вы отправите в ремонт какой-то сервер замените на другой то ничего страшного не произойдет каких-то там процессов на серверах не работает в принципе на которые завязаны данные решения электронизация управления или мониторинга этого решения соответственно что касается шина управления абсолютно все интегрировано все операции управления интегрированы вимвы и ве-центр вы управляете данной инфраструктурой из ве-центра ряд сервисов которые показаны на слайде настройка стека менеджер васа провайдер который обеспечивает управление виртуальными томами динный коллектор это диагностик nimble storage аналитик расшифровывается то есть это модуль который собирает диагностические данные вот все вот эти сервисы которые показаны зелененьким слева в углу они работают на контроллерах nimble storage соответственно обеспечивается отказоустойчивость работы данных сервисов и самое главное никаких дополнительных ресурсов на вашей виртуальной инфраструктуре не требуется все работает из коробки ну соответственно показано что собираются диагностические данные как с интерфейсов ILO так и собираются диагностические данные с VMware вот этим самым DNA коллектором на основании этих данных осуществляется управление как самим самой системы хранения nimble так и часть телеметрии отправляется в облако на систему HP InfoSite где вы можете намного нагляднее продвинуть более продвинутыми средствами производить анализ производительности вашей инфраструктуры данное решение обеспечивает простоту управления полным стеком инфраструктуры она также является программно определяемой где вы можете фактически разворачивать или множество виртуальных машин клонировать средствами vCenter при этом абсолютно все что касается настройки системы хранения ее ресурсов монтирования томов это все скрыто от администратора осуществляется полностью автоматически все новые ресурсы которые добавляются в кластер путем модернизации они автоматически обнаруживаются и добровольные ресурсы автоматизация на основе политик используется соответственно из консоли vCenter вы можете непосредственно назначать расписание создания снимков ну или осуществлять какие-то операции по восстановлению виртуальных машин как клонирование и так далее все вертится вокруг самих виртуальных машин и в понятной для администратора виртуальной транструктуры терминологии и средственного управления не требуется дополнительно залазить в консоль управления системой хранения также все это дополняется всеми преимуществами которых я рассказывал касающимися инфосайт соответственно и планирование трендов и понимание когда вам у вас закончится ресурсами системы хранения какая на самом деле производительности какие из приложений виртуальных машин поглощили скажем так используют значительную часть ресурсов какие незначительную где искать возможности оптимизации где бутылочные горлышки все это наглядно есть на инфосайт в консоль управления соответственно вы получаете корпоративную систему хранения данных с корпоративной надежностью и производительностью но при этом получается всю автоматизацию присущую гиберконгер систему пример развертывание системы в цифрах понятно они примерные здесь сопоставляется как пришлось бы сколько времени понадобилось бы администратору для развертывания классической трехъярусной системы вот слева соответственно мы должны настроить коммутаторы должны настроить сайхосты систему хранения интегрировать все в свой центр ну и соответственно это повторить для каждой системы хранения данных слева приведены трудозатраты времени для развертывания классической системы без автоматизации справа приведены цифры которые необходимы для разворачивания дегрегированной гиперконгергенной системы NIMO-Storage соответственно вы видите радикальную разницу в цифрах более наглядно на данном слайде показано то есть для развертывания новых систем нужно вместо 70 задач 8 задач занимает это в 20 раз меньше времени соответственно для расширения ресурсов вам понадобится выполнить вместо 25 задач всего одну задачу выполнительно отмечу что также просто осуществляется и обновление новых версий гиперконгергенных сервисов соответственно все происходит онлайн буквально несколькими щелчками мыши данная платформа прекрасно подходит не только для автоматизации предоставления ресурсов виртуальным машинам но также интеграция с системами управления контейнерами микросервисами такими как кубернетис и тем подобным соответственно данная платформа подходит в том числе как персистент сторож так называемый для развертывания контейнеров мой любимый слайд соответственно вы можете начать вашу инфраструктуру всего узлов и одной системы хранения данных и получить высочайшую надежность 6 девяток приобретая всего два узла первоначально вы также можете расширять узлы отдельно от расширения ресурсов системы хранения то есть значительно на порядке увеличить производительность ваших приложений если это понадобится или увеличить объем рам если это понадобится при этом совершенно не расходуя какие-либо средства на лицензии программно предъявляемых систем гиперконвегентных и не расходуя никаких средств на дисковые ресурсы вы масштабируете вычислительную часть независимо от дисковой вы также можете расширить в какой-то момент времени дисковое пространство на системе хранения и получить скажем необходимое увеличение дисковых ресурсов без необходимости трогать серверную инфраструктуру можете произвести модернизацию в онлайне контроллеров на более производительную модель и получить необходимую производительность дисковой подсистемы необходимый отклик дисковой подсистемы также можете расширить емкость значительно на порядке в рамках одной системы хранения а можете сделать горизонтальное масштабирование путем расширения кластера дополнительными системами хранения и как видите цифры увеличить производительность инфраструктуры до более полутора миллионов операций в секунду и 9 петабайт то есть данное решение подходит совершенно для разных задач как для очень нетребовательных и бюджетных так и для задач корпоративного уровня дополнительно если вам кому-то мало уровня надежности 6-9 вы можете еще дополнительно повысить кластеризовав то есть объединив две системы хранения отказоустойчивый кластер причем данные системы хранения могут находиться на разных площадках в разных центрах обработки данных и обеспечить устойчивость к отказу целиком всей площадки в этом случае вы фактически можете сохранить абсолютно все обеспечить целостность данных на второй площадке при отказе первой площадки также можете рестартовать все сервисы и приложения на второй площадке в автоматическом режиме используется свидетель который рекомендуется размещать на третьей площадке чтобы избежать так называемого ситуации со сплитбрейн также можно использовать сервис свидетеля из облака дополнительно можно защищать снимками создавая их регулярно данное решение поддерживается и сертифицировано в МГО как встречный метрокластер так называемый соответственно это целостное решение которое обеспечивается в том числе функционалом VMware и поддерживается VMware как полноценная кластеризация двух площадок или двух отдельных хранилищ данных соответственно обеспечивается тот же фокус на приложение нефактически в центре администрирования максимальная надежность которая сочетает надежность в рамках одного отсюда за счет отказоустойчивости внутренних средств внешней архитектуры Nimble Storage а также дополнительно устойчивости к отказам целиком всей площадки автоматизация переключения миграции виртуальных машин и данное решение протестировано и валидировано VMware также вы можете мигрировать или использовать облачные сервисы для хранения скажем так копий условия Беларуси этот функционал он безусловно пока не очень востребован или даже возможен но наверняка самое ближайшее будущее я уверен что местные облачные провайдеры будут способны обеспечивать данные сервисы в том числе мы подытожим основные преимущества данного гиперконвергентного диагрегированного решения это безусловно максимальная отказоустойчивость максимальная доступность на уровне 6,9 и больше крайне низкий отклик который благодаря применению скажем синхронизации данных внутри массива по шине PCI-Express обеспечивается на уровне 0,2 миллисекунды что невозможно в принципе для распределенных систем хранения которые реализуются на множестве узлов соединенных будь то Redemizer нет или InfiniBand такие цифры в любом случае недостижимы для записи но также возможно обеспечение высочайшего отклика то есть такого же замечательного отклика ниже 200 микросекунд за счет применения storage class memory на базе инглоптан высочайшая устойчивость к отказам отсутствие единой точки отказа аппаратное развертывание способно выдержать до трех одновременных сбоев дисков резервированные вращения встроенная защита данных то есть вы можете создавать множество снимков с любым произвольным расписанием хранить их заданное время заданное количество дней да просто как задается политикой вы можете реплицировать или не реплицировать тот или иной том весь этот функционал входит в стоимость дискового массива вне зависимости какого он уровня начальная модель или высокопроизводительная модель неважно какую он конфигурация вы также получаете невероятную эффективность вложения ваших средств потому что системы хранения нимбл они по сути не устареют вы сможете в будущем модернизировать модель контроллера заменив ее на более производительную вы можете также заменить контроллер нового поколения при необходимости ну и кратко сделаю сколько у нас времени осталось вы можете записать вот эту ссылочку я могу сейчас сделать демонстрацию замечательным приложением так надеюсь видно ну соответственно есть возможность в деталях рассмотреть начинку в том числе систем хранения хпе нимбл примера три пар если если мы например нажмем на all flash массив можем подробно рассмотреть скажем технические аспекты реализации данных систем вот как видите здесь используется трехдюймовые отсеки но в данной отсеке устанавливается два диска два с половиной дюйма это задумано для некоторой унификации шасси гибридные массивы они имеют такую же архитектуру в части flash кэша но соответственно используют трехдюймовый диск который занимает целиком отсек для яруса хранения жестких дисков выгляда демонстрация возможностей тации не отметил вне зависимости от того гибридный это массив или оллэш массив он поддерживает протоколы фабер-ченнел и айскази причем в том числе одновременно здесь вы видите контроллер выдвинут один из вот он может содержать два процессора достаточно производительным быть ну собственно на самом деле там начинка контроллеров крайне производительна потому что задача возложена на nimble storage она подразумевает огромная ресурсоемкость операции сжатия компрессии соответственно количество ядер в этих системах оно даже превосходит решение три пары примера но не используют специализированных айсиков поэтому в частности интерфейсы которые можно устанавливать 10 гигабит интерфейс как медный так и SFP плюс соответственно 16 гигабит Fabry Channel и 32 гигабит можно устанавливать до трех карт расширения каждый из контроллеров но дополнительно каждый из контроллеров идет сразу в комплекте с 10 гигабитными медными портами которые понятно совместимы с 1 гигабитной сетью любой порт Ethernet Nimble Storage может выполнять произвольную назначенную администратором функцию то есть абсолютно любой порт может использоваться для менеджмента сети любой порт для репликации любой порт для доступа хостов по айскаде то есть количество портов их назначение вы можете гибко конфигурировать в рамках установленных адаптеров соответственно второй контроллер расположен рядом и несмотря на скажем архитектуру внутреннюю присутствует избыточность достаточная для обеспечения необходимой производительности даже в случае отказа произвольного контроллера то есть те огромные производительность более 400 тысяч йогс на один массив или там более полутора миллионов на кластер они обеспечиваются даже при отказе в том числе при отказе одного контроля у меня пожалуй все сейчас буду отвечать на вопросы игорь добрый день сергей скажите пожалуйста каким образом реализуется техническая поддержка нимбла в стране спасибо добрый день техподдержка осуществляется сервисным подразделением доступны разнообразные уровни техподдержки вот скажем так бюджетного достаточно бизнес-дэй до аналога так называемого 6 часов колл-тур-репая в случае нимбл классификация кейсов намного быстрее скажем наивысший уровень поддержки осуществляется даже за 4 часа то есть есть склад запчастей которым обеспечивается данный уровень поддержки соответственно прошу прощения соответственно любой уровень поддержки может быть обеспечен в том числе с выездом на сайт заказчика большинство проблем решаются удаленно по необходимости соответственно можно справиться инженера презентация еще еще вопрос извините раз уж такая возможность появилась в чем вы видите принципиальное отличие комплекса ну допустим гиперконвергентных систем от разных производителей того же допустим но меня интересует прежде всего сиска гиперфлекс вот в чем принципиальная разница допустим сиска гиперфлекс и комбайна из стандартных серверов архитектуры и подключены нимблы извините за эту автологию но где вы сиска гиперфлекс относится к классу гиперконвергентных решений о которых я говорил в начале второй части презентации соответственно это программа определяемое гиперконвергентное решение которое будет обладать преимуществами и недостатками свойственными всем подобным решениям то есть они будут так или иначе менее производительными особенно когда много узлов будут содержать они не будут обладать такими гибкими возможностями масштабирования индивидуальных ресурсов дисковых индивидуальных ресурсов серверных решение оно двухъярусное да это отдельная коробка дополнительная но тем не менее все сервисы интегрированы именно в этой коробке Nimble и фактически мы немногим да и жертвам по сравнению с дегрированными то есть я бы рекомендовал скажем смотреть на гиперконвергентные решения когда действительно необходимо мало узлов и я бы рекомендовал Nimble DHCI дегрегированную систему двухъярусную в тех случаях когда необходимо повышенная производительность или надежность данных систем где необходимо масштабирование скажем без без ограничений и дополнительных затрат которые так или иначе связаны когда придет время наступит время модернизации циска гиперфлекс хорошо Игорь давайте тогда продолжим эту дискуссию интереснейшую если сравнивать производительность законченного устройства уровня симпливити мы знаем данные по recovery options мы знаем как быстро она восстанавливает за счет чего мы тоже прекрасно понимаем и теперь можно ли сравнивать допустим гиперконвергентное решение уровня симпливити с аппаратными ускорителями и решение допустим от того же Хьюлит Паккарда Энтерпрайза где сервера стандартной архитектуры плюс ним был вот здесь вот как быть вот как людям предлагать допустим одно и другое и то и то гиперконвергентное решение что в первом случае что во втором внутри себя даже допустим как бы понять ну я рассказал позиционирование продуктов то есть да есть гиперконвергентное решение есть традиционное решение по сути они не имеют просто слоя автоматизации дополнительной но понятно что любое комплексное решение оно имеет больше скажем каких-то ограничений или лимитов нежели традиционное собранное скажем из мельчайших элементов но решение DHSI с решением DHSI вы получите автоматизацию и простоту жизни если данное решение скажем вписывается в те ограничения которые оно имеет например сегодня до 32 узла вдруг кому-то требуется больше узлов в одном пластике уважаемый Игорь вы уже понимаете что это касается стоимости то ее разницы нету то есть решение DHSI не имеет каких-то дополнительных лицензий это просто та же хранилка Neable Storage но на заводе сконфигурированы именно для предоставления того стека сервисов дополнительных которые требуют для реализации DHSI соответственно если вы хотите рассмотреть такое решение то важно именно приобрести Neable Storage с пометкой DHCI в спецификации это его можно использовать для двух целей одновременно и для DHCI и для подцепить несколько серверов классической инфраструктуры задача где мало узлов действительно где хватает двух серверов очевидно что решение гиперконтрагентное оно будет дешевле первоначально очевидно Игорь ну вот у нас к сожалению рынки такие 2 сервера плюс Neable это очень богато для этой страны 6-9 значит это нонсенс хорошо давайте вернемся к 6-9 все-таки к 6-9 мне бы хотелось я архитектурно понимаю почему 6-9 я понимаю почему 3-пл парить и рейд и все-таки вы говорите о том что текущий сетап вендора здесь позволяет выполнить 6-hours call to repair я правильно понимаю на этом можно говорить 4-часа 4-hours call to repair хорошо нет вопросов если это соответствует действительности я думаю что специалистам HPE можно доверять у меня пока нет вопросов я хочу послушать дальше спасибо Игорь количество дисков какое количество дисков в одной редгруппе максимально минимально и максимально 24 диска поэтому есть некоторые ограничения с точки зрения планирования модернизации NIMBAL приобрести можно минимум 24 диска и это тоже шагом 24 диска за исключением младших моделей которые там с индексом Q они позволяют чуть меньше количества дисков первоначально с консультировать для маленьких консультировать но тем не менее вся производительность максимальная массива она достигается с первоначально 24 дисков за исключением самый старший F80 и можно две группы дисков соответственно когда вы планируете расширение например первоначально если вы приобрели 24 диска емкостью 3.8 терабайта но вам необходимо расширить емкость всего на 20% вам никто не запрещает приобрести следующие 24 диска размером 960 гигабайт получить то же самое плюс 25% емкости применяя просто 24 диска иной емкости при этом каких-то там последствий для производительности негативных не будет почему именно 24 диска потому что это сделано для максимализации производительности то есть то что я рассказывал это позволяет такая фиксированная фиктура позволяет выжать максимум производительности причем многократно больше чем если бы мы использовали скажем так случайную модификацию отдельных блоков вместо этого не был пишет полными страйпами но страйпы сконфигурируем жестко на 24 диска собственно поэтому есть такой нюанс полукасательно что показывает инфосайт это надо я могу сделать отдельную демонстрацию есть возможность посмотреть что он именно отображает и как отображает там есть довольно много возможностей просто в рамках одного вебинара я бы не справился обращайтесь я с удовольствием организую либо удаленно демонстрацию либо могу очно подъехать показать так если еще какие-то вопросы задавайте голосом я сейчас просто читаю эти вопросы которые возможно еще не ответил еще игорь я давай пока ты там идешь пока вы идете по списку вопросов андрей уважаемый сбросил те ошибки которые были я реально проверил практически все ресурсы которые были доступны в интернете какие типы ошибок все-таки на что на какие типы ошибок аппаратные программные это комбайны всякого разного рода ориентирован инфосайт я понимаю что он чувствует SNMP SNMP трапы я понимаю что он смотрит вайло серверов вполне вероятно он смотрит там в HP OneView ну интеграция должна быть потому что это уже общий продукт на самом деле но нигде ни в одном месте не написано типа ошибок кроме как memory linkage либо там CPU overutilization но это простые ошибки в январе чувствовать и наверняка они чувствуются со стороны допустим там Nimble потому что она чувствует в январе я несколько раз встречал заказчиков в разных странах у которых были ну настоящие хардверные проблемы в области именно там даже на демо стендах Nimble но это уникальные правда были конфигурации но тем не менее может быть там хпе спускает до вас данные какие ошибки принципиально вот она может почувствовать именно то что то что называется ищу либо там это называется ивентом вот кроме как на этих сайтах есть какие-нибудь данные это сложный вопрос я знаю ну смотри 150 тысяч инсталированных массивов это крайне много это много я согласен это очень много там может возникнуть все что угодно информация безусловно конфиденциальная в том числе потому что хп не имеет права разглашать ну абсолютно верно да я понимаю потому что они готовят законченные алгоритмы либо патчи да ну важно понимаешь есть не только скажем так тривиальные проблемы а ряд проблем она носит характер например какой-то тренд деградации отклика на томах при том что например ресурсы не имеют максимальную сатурацию не нагружены но есть какой-то например аномалия и вот в поиске первопричин подобных аномалий безусловно инфосайт сильно помогает ну есть достаточно есть примеры безусловно в презентациях то есть один из примеров например заказчик достаточно долго не мог понять почему у него происходит в какой-то момент времени утром очень существенная деградация производительности то есть пользователи там по 15 минут не могут подключиться к веди инфраструктуре оказалось виновником оказался антивирус который там работал запускался при определенном стечении обстоятельств и создавал экстремальную пиковую скажем короткое время но довольно экстремальную нагрузку если локализовал проблему где ее искать то есть кто создает эту нагрузку момент времени то есть он помогает просто скажем без инфосайт совершенно можно я думаю разобраться в любой проблеме просто он убирает кучу рутины ну понятно для этого и нужен агрегаторы как правило нужны они же являются еще и словом оперейшн они убивают шум и систем у меня теперь вопрос такой видели ли вы своими глазами лично потому что вы указали на то что можете приехать и показать как бы совместную работу двух инфосайтов один на серверной стороне а другой на стороне ну допустим Нимбл у нас немного инфосайт работает к сожалению пока инсталяция хорошо то есть только облаке я понимаю Игорь нет вопросов да то есть если заказчик нам даст возможность подключиться к инфосайту и посмотреть как бы совместно работу Нимблы плюс инфосайт работающий допустим там надоели бы 360-ки вот это как-то вы рассматривали смотрели как они работают вместе ну что касается демонстрации могу кратенько перечислить во-первых есть уже записанные видеоролики их можно легко найти в ютюб хватает правда с демонстрацией возможности инфосайт во-вторых есть тестовые нимбл в котором есть доступ у всех партнеров и на нем я вас расстрою Игорь для того чтобы получить туда доступ необходимо завести такую вещь плебейскую как opportunity ID не тебе надо написать просто в нимбл саппорт сказать я партнер хочу пользоваться инфосайт ссылку дадите хорошо ждем у меня к сожалению не получилось получить демо платформу потому что она сразу же требует opportunity ID у меня такого нет и заводить его ради регистрационные данные партнера просто ему надо убедиться что существует такой партнер и не более того но по сути хорошо Игорь я отважду информацию в области того как попасть туда на инфосайт поглубже потому что существует огромное количество как абсолютно позитивных отзывов и ну другие тоже существуют вы прекрасно это понимаете разобрать систему хранения вопрос Сергея перевести диски в другое место затем собрать обратно сори никогда не пробовал но я думаю можно промаркировать диски собрать их именно там в том виде в каком он был первоначальном массив я думаю что это вопрос уровень бензопилы выдержит не выдержит вот и все не рекомендовано ну мое такое мнение не рекомендовано не можно задаться конечно вопросом в техподдержку написать спросить были такие прецеденты есть ли такой функционал то есть в юзер гайдах документации я не встречал но если принципиальный вопрос можно выяснить должны быть какие-то преимущества помысл может последний вопрос там прокомментируешь по поводу эксистом байд актив актив самым самым ну да вот как раз где-то приближаюсь финалу среди вопросов так андрей вижу только в твоем сообщении проект там выше вопрос а там вопрос по-моему был значит 13 вопрос был по типу контроллеров они оба актив актив либо актив стендвай либо алло они ну смотрите часть сервисов работает в режиме актив актив например синхронизация кэш и в ближайшем релизе неблос будет поддерживаться актив со стороны их хостов то есть его массив обслуживать будет обоими контроллерами но при этом сжатие депликация доступ к бэкэнд будет осуществляться только одним контроллером с другой стороны это означает простой контроллер с другой стороны как я уже сказал вне зависимости от того в массиве исправны оба контроллера или только один производительность будет стабильна и максимальная для той которая декларируется или получается в итоге расчета по сайдингу то есть такой подход имеет право на жизнь с точки зрения разработчиков ним был позиция такая что зачем нам актив контроллер нам необходимо иметь 50% резерва производительности на дисковом массиве потому что в случае отказа одного из контроллеров второй должен справиться с предсказуемым откликом со всей нагрузкой вот последним сообщением в части это выдержка предложений с официального часто задаваемые вопросы по поводу эксистамвая архитектура то есть чем безопаснее подход тем надежнее ничего страшного нет ну по факту приводит к тому что скажем в случае 4 контроллер 3 пар примера можно безусловно приобрести массив под уциализацию 75% контроллеров и не будет минимально простаивать а в случае не был сторож нам по сути стоимость входит скажем так нагрузка в половину аппаратной возможности данного массива но это делается для того чтобы обеспечить стабильность производительности в зависимости от ситуации ну и важно безусловно что в таких решениях ответственность за стабильность производительности и скажем показатели определенной работы систем хранения там функционалы его он находится на стороне одного вендора в случае гипер энергетных решений зачастую вам приходится открывать сервисные кейсы отдельно у EMV отдельно у производителя скажем так сетевого оборудования отдельного производителя системы хранения и так далее здесь все-таки когда используется традиционная система хранения то фактически все ее характеристики они входят в они декларироваться в спецификациях данной системы хранения спецификация систем гиперканаллигентных обычно не декларируется тут или иной отклик и не обещается производительности потому что она зависит от массы факторов которые являются находятся в зоне компетенции администраторов заказчика в зоне в зоне господи Продолжение следует...